Им аплодируют болельщики, но для спортсменов важнее всё же другая оценка. Членов жюри, судьи, как и участники, прибыли из разных стран. На турнире «Виват Россия» пары получают максимальное количество очков, потому что состязание имеет статус «интернешнл» – самый высокий среди мировых рейтингов. Требования жюри крайне строгие к самим танцам и костюмам. Даже уборка танцпола напоминает особый ритуал и вызывает шумное одобрение зрителей. Две программы – латиноамериканская и европейская – «Танцы Старого Света» готовятся представить и Оксана Матвиенко с Олегом Дедикхаевым из Краснодара. Эта пара уже и сама тренирует начинающих танцоров и определила приоритеты в работе. «Хочется видеть какой-то сюжет танца. У нас всё-таки такой вид спорта, что выходят 12 пар на площадку и как бы все 12 должны быть разные, потому что неинтересно стоять и смотреть, как танцуют 12 клонов». Этапы турнира проходят стремительно, и вот уже самые яркие, точные в движениях пары получают первые награды. На паркет выходят следующие участники. «Турнир очень большой в этом году. В четверг мы очень волновались, получали звонки со всех регионов России. Но погода выровняет Сочи в очередной раз выдержал. И на данном этапе у нас порядка 6 тысяч спортсменов». Для сравнения, в первом международном турнире «Виват Россия» в 2007 году участвовали 1217 человек. Несколько лет он проходил в спорткомплексе имени Карелина, затем в фестивальном. Уровень турнира и популярность танцев в Краснодарском крае растут одновременно. Сегодня по числу танцевальных пар край уступает только Москве. Какой регион даст больше всего победителей, станет известно к моменту закрытия турнира 30 июня.